всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео называется она бог один или троица это на значке более длинное название бог троица или единица предисловие и анонс плейлиста отец сын и дух святой 3 пас нас из 3 ипостасность болт бога три единый бог и все подобные вопросы кто такой иисус сын а как же отец а как же дух святой сегодня об этом поговорим после просмотра это видео я убежден что у многих из вас многое прояснится но после просмотра целиком моей страничке на сайте и моего плейлиста на ю тубе у вас станет совсем все понятно я вам это гарантирую если у вас чисто открытое сердце к познанию истины и так на своем сайте христолюб.ру и христолюб.рф по-русски можете в интернете ввести ссылки конечно же здесь в описании ссылка на эту страничку о боге троице будет прямо в описании под роликом и в первом скрепленном комментарии добавлю называется она так бог троица трип три ипостась единого бога отец сын и дух как это понимать что такое ипостась что значит три единый бог бог один или их много все ответы на эти подобные вопросы найдете на этой странице ну или в соответствующем плейлисте бог троица отец сын и дух святой на моем канале христолюб проповеди у пищи в пустыне вегана на котором вы смотрите данное видео как я сказал все-таки кратко я сегодня озвучу а может быть не кратко ролик получится не совсем может быть маленький потому что я хочу все-таки самые основы сказать и сделать анонс всех плейлиста все всего плейлиста со всеми видео и сказать вам то что хочу да то что я на этой странице изобразил несмотря на то что кажется может показаться кому-то вопрос очень очень тяжелый очень сложный непонятный особенно для христиан то я могу сказать что все намного проще я больше 13 лет как покаялся христианин семь лет я на в интернете на ютубе проповедую я вам скажу что это один из самых легких вопросов несмотря на на всю его казалось бы сложность к сожалению она происходит от того что людям просто позабили голову все вот эти вот верую во единую святую троицу отца сына и святого духа до все вот эти молитвы знаете я естественно начинаю всегда себя как это учил иисус сотворить и научить и конечно же я все это весь этот путь прошел поэтому с вами просто от чистого сердца из любви делюсь тем опытом жизни эти тем путем познания истины которым я сам прошел конечно же как у любого нормального человека когда я ну сам читал кто знает весь путь моей жизни сам читал библию потом стал искать церковь так называемую практиковал больше трех лет православие искренне с открытым сердцем естественно там про эту троицу особо все это проповедуется это естественно хочешь не хочешь касается любого человека меня это также заквасил но все равно все все то время что я практиковал православие у меня не не у меня не было покоя мира на душе от той же самой троицы я молился всем трем личностям трем ипостасям из хотите трем богам да не слитно нераздельно неизменно неразлучно как некий богословский так называемый вселенский собор постановил да молился символом веры конечно же молился все эти молитвами отцу отче наш сущий на небесах тут же господи иисусе сыне божий помилуй меня тут же дух святой я уже забыл эту молитву что там ну кто православный тот 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 знает о чем я да из этих молитвословом исправил и все мне это не давало покоя на самом деле когда ты начинаешь даже третьи молитвы просто произносить когда-то произносишь внутри себя или публично как где-нибудь там на службе символ веры просто считаешь его вычитываешь правила перед причастием и что-то такое всегда в душе нет покоя у нормального человека никогда его не будет естественно кто знает я всегда почитал и говорю что у нас можно сказать два евангелия которая была от начала и которая принес иисус бог вечный бог любовь во плоти явившийся на две тысячи лет там назад где это первое евангелие она в первых девяти главах первой книги библии под названием бытие это вечный завет где нам все тайны мира открыто конечно же чтобы человеку достичь того уровня чтобы ему достаточно было читать первые главы книги бытие и видеть всю сущность бытия всю суть бытия всю истину конечно до этого надо дорасти дорасти до этого можно только через евангелие только через иисуса христа только через вечного бога любовь явившуюся который был есть и будет всегда во плоти и который явился 2000 лет назад людям чтобы проложить путь святой жизни через которую с помощью которого человек которого пути этого человека познает истину которая есть вечность свобода и любовь и вот конечно же вы знаете как я люблю и почитаю особенно первые три главы 9 как бы главда под включая поток показывает нам от начала до конца все но естественно первые три главы самые еще более важные до которых и описано что человек сотворен по образу и подобию бога никогда мне покоя не давала что человек сотворен по образу и подобию бога то я сотворен по образу и подобию бога смотря на себя я чувствую в себе какие-то три ипостаси три личности какого-то отца сам в себе я чувствую какого-то сына какого-то духа святого я чувствую себя нераздельным чувствую что я единицы я один я просто есть вот я такой какой я есть нет во мне никакого отца я не могу разделиться может быть внутри меня как бы есть кто-то да так скажем но я не да если иисус это отдельная была личность то есть какой-то якобы отец внешне есть какой дух святой кто это такой тоже какая-то личность да то у меня нет трех личности я один я веган христолюб когда-то был дмитрием кузнецовым я просто есть я один нет никакого разделения на какие три личности я просто есть тот кто я есть и я вот он один я один уникальный такой как и все вы кто меня сейчас слушает так что же как же понять что я сотворен по образу и подобию какого бога я сотворен я больше всего похож на иисуса христа ответа мы с вами сегодня получим я вас уверяю страничку у меня получилось разделить на 5 частей это предисловие как всегда послесловие по сути она выражена вопрос в ответах на вопросы и три основные такие раздела два из которых уже готовы и ролики записаны старенькие ролики я их туда добавил и один я еще запишу и так сегодняшнее видео как я вам сказал она и анонс и предисловие но она же нам раскроет некоторые тайны святой троицы да давайте я вам почитаю то что я написал я вот такие картиночку дед нашел голуби туда сам добавил чтобы было видно троица да что же что же что же это за троица придя же страны кесарии филипповы иисус как-то спросил своих учеников за кого люди почитают меня сына человеческого но в марко то просто написано что я спросила за кого люди почитают меня в матфеи у нас есть такая да еще и еще и еще маленькая тайна открыта что ж ускала что с 123 до за кого люди почитают меня сына человеческого очень интересный вопрос иисус задал своим ученикам а мы с вами я это уже я задаю вопрос а мы с вами ученики его последователи христа ответили себе и ему за кого мы его принимаем кто он для нас сын человеческий сын божий 2 поста святой троицы сам бог дальше пишу ответ разгадка и ключ познания находится там откуда все и началось в первой главе книги бытие из которой уразумеваем что мы боги сотворены по образу и подобию его кого бога какого бога какого мусульмане вам скажут аллаха буддисты с йогами кришнаиты вам скажут что какой-то невидимой вселенной которую никто не видел у которой нет ни начала ни конца что-то такое в общем какая-то нирвана в которой мы все с вами растворимся иудеи вам скажут что яхве какого яхве как он выглядит он такой же как я вы знаете вот удивительно что эти стихи которые нам которые мы читаем в первой главе книги бытия до сих пор не принимает человечество никто не принимает иудеи хотя в их не торе в нашем с вами христианском ветхом завете так назовем хотя это та же самая тора да описано прямо и понятно что человек один человек не мужчина женщины не адам с евы написано человек сотворен по образу и подобию бога потом он был разделен для познание полноты любви друг друга ибо для любви нужен объект и сами мы становимся объектами любви но сотворен был человек один человек по образу и подобию бога вы знаете когда мы читаем эти стихи вот так праздно и обыденно да это к сожалению очень печально ведь это и есть суть истины суть бытия я сотворил по образу и подобию бога знаете если бы люди а ведь это не то что в иудейской торе написано ведь это было понятно адаму ну сначала человеку потом разделенного на мужчину и женщину на даму его его да это было в устном британии передавался естественно от адама его дальше через каина сифа своих детей так и так и так и так и так по списку до сих пор даже во всяких древних примена племенах какой-нибудь там южной африке или южной америки можно или северный наоборот как каких-нибудь племен там северной америки или россии где-нибудь там сибири можно найти отголоски мифов преданиях что человек это бог что он вот такой же как бог и вы знаете если бы если бы люди приняли вот это простую банальную истину которую мы в принципе в душе все и так знаем ибо вся истина она написана вот здесь на сердце человеческом ну или в уме хотите в умном сердце все бы у людей стало на место если бы мы приняли это что мы сотворены по образу и подобию бога то всю историю человечества мы искали бы бога среди людей где он где тот по образу как и подобию которого мы созданы где почему он не является нам если он такой же как мы если мы созданы абсолютно по его образу и подобию где он люди должны были бегать по всей планете искать его где он по образу и подобию того которого мы созданы вы знаете я всегда говорил что иисус явившись во плоти которым всегда был есть и будет утвердил эти стихи что те кто соблазняется что иисус это бог не отец не дух святой а именно и иисус отвергают первую главу книги бытия вот эти вот удивительные стихи и вот ту истину которая в ней сообщена именно когда бог вечный бог любовь во плоти явился нам он поставил такую нерушимую твердую печать жирную точку как это говорят в этом вопросе что человек создан по образу и подобия бога тот кто принимает христа богом понимает что это самый настоящий бог принимает бытие принимает вечный завет первую главу книги бытия приняв это человек невероятно меняется внутри приняв христа богом увидев нем бога поняв что он бог человек понимает откуда все началось и как все началось и кто он есть кто есть иисус и кто есть он вы не поверите насколько быстро поверить если пойдете насколько быстро человек взлетает в познание всех тайн мира если он начнется обращаться к иисусу как богу вечному вечному богу любви любовь которая есть который в такой же плоти и сейчас лишь там опять от нас сокрылся чтобы мы прошли этот путь самостоятельно это этой школы жизни издали эти экзамены на выбор между добром и злом он был всегда и будет во веки веков когда мы это поймем все становится на свои места абсолютно все приняв что иисус бог вы принимаете первую главу книги бытия отвергая что иисус бог вы отвергаете первую главу книги бытия наоборот принимая первую главу книги бытия вы знаете если бы иудеи иудеи тора для которых было священным писанием и является по сей день если бы они принимали первую главу книги бытия увидев христа увидев дела которую он творит слова который он говорит и понимая что бога есть человек Потому что человек создан по образу и подобию Бога Мы не Бога принижаем Когда Бога назначаем Иисусом Христом Мы себя, наоборот, возвышаем Это очень важно Возвышаем, потому что мы созданы по образу и подобию Всю историю человечества Человек должен был искать Где этот Бог по образу и подобию Которое сотворено И Он сам открылся нам Я, Он говорит, есть Я тот по образу и подобию Которого вы сотворены Вот он я, вы можете на меня смотреть, вы можете меня слушать, вы можете меня осязать руками вашими Приняв это, человек обретает полноту счастья, я вам сразу скажу, свидетельствуй всегда о своей жизни У вас перестает вот это, у вас уходит вот это вот, не мир из души, не радость Потому что когда вы это понимаете, все у вас становится на свои места Вы начинаете молиться одному Богу, он становится родной вам и понятный, потому что он такой же как вы, а вы такой же как он Это обычный человек, точно так же как ты разговариваешь, беседуешь с человеком, о чем-то просишь, о чем-то плачешься, что-то наоборот хочешь дать У тебя появляются простые и понятные отношения с Богом, точно такие же как с человеком Когда ты понимаешь, что Иисус Бог, Бог-любовь, вечный Бог-любовь, который назвал нас друзьями То, что мы на прощальном ужине, потому что мы по его образу и подобию созданы, а он есть любовь Ты все понимаешь Ты от этого не возносишься, не возгордишься, как очень любят, что-то там тыкать подобные вещи тем же самым христианам Нет Ты просто пребываешь в этой абсолютной радости от этого познания Вот и все Так мы, Боги, сотворены по образу и подобию какого Бога? Бога, да, Бога Какого Бога? Бога Иисуса Христа Ибо мы такие же, как Он, а Он такой же, как мы Не приняв этого, этой простой истины, человек, алчущий и жаждущий истины, не постигнет ее никогда Как бы ни старался Приняв это, познает все тайны мира, суть всего бытия и получает ответы на все вопросы Я всем свидетельствую, говоря, посмотрите на меня У меня не осталось в жизни ни одного вопроса Я не говорю вам о бытовой жизни Я не все знаю, я не все умею, не все понимаю Но в плане познания истины Мне не осталось ни одного вопроса Я ничего больше в жизни не ищу Я сам проповедую Проповедую не словами, я так думаю А может быть, вы знаете, я задираю палец к небу и говорю Это и есть истина Я провозглашаю вам истину Потому что я сам ее познал Кто-то называет это гордостью, да, самохвастом Ну, а то же самое тыкали Иисусу, всем его ученикам Я свидетельствую в своей жизни, что к этому можно прийти Был я такой сначала? Нет Был я такой 13 лет назад, когда Господь мне открылся? Нет Я шел? Да Я достиг? Да Разве Иисус не заповедовал достичь этого? Будьте совершенны Будьте как учитель Если вы говорите, что это достичь невозможно в этой жизни Как говорят православные, католики, да Вы богохульники Вы не последователи и не учители Иисуса Иисус сказал, что каждый должен достигнуть учительства И достигнувший это И совершил путь Это очень важно И довольны с него, да Но надо достигнуть Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный Только приняв вот эту вот простую вещь Простую вещь Что Бог Вечный Бог Любой во плоти всегда был Иисус не явился во плоти Если вы заметили, я выражаюсь по-другому У меня с языка просто соскакивает старая версия Что Бог Любовь явился во плоти Ну, если вы слышите, я все время стараюсь оговариваться Если не так произнес Вечный Бог Любой во плоти явился нам Огромная разница Иисус всегда был, есть и будет Не было времени, когда его Или вообще время когда-нибудь было, да Как и природы всей Не было времени, когда не было бытия Не было Бога, не было Иисуса Христа И не будет Он всегда есть Он просто есть Он так и сказал о себе Я есть Я просто существую Прежде нежели было в рам Я уже был Я есть Это очень важно Приняв это Все останется на места Кто такой Иисус? Кто такой Бог? Как Ему просто и легко молиться Общаться Вопрошать, познавать И идти по жизни Ты знаешь, кто ты Откуда ты И куда ты идешь И как идти Ибо Он, Бог Есть путь истины и жизнь Это путь любви Ко всему Божьему творению К природе К животным К духам И к людям Все становится на свои места Остается разобраться Кто же такой Отец Сын И Дух Святой Давайте мы с вами и продолжим Это видео В плейлисте Естественно Ну, оно у вас и тут наверху На страничке Всегда его можно Кликнув Так, тут Вот так Раскрыть и прямо на страничке На сайте Можно смотреть все видео С Ютуба Ну, естественно, если вы перейдете на Сам Ютуб канал Мой, на этот плейлист Тут у меня пока 4 видео Сейчас я буду все их анонсировать О каждом кратенько скажу Пока сейчас первое Вот это вот Бог Троица Но, естественно, оно будет Теперь не первым Первым будет вот это видео Которое вы сейчас смотрите Анонс И после него Я вам рекомендую Посмотреть по Именно Последовательной Я очень люблю Посмотреть Вы увидите тут просто Мой путь жизни Хотя, конечно же Все эти ролики уже записаны Когда я уже Полностью принял И познал И принял Что Иисус, конечно же, Бог Я такой же, как Он И должен следовать Прямо по Его стопам Да Посмотрите просто В свободе слова После этого видео Два моих видео Одно Семнадцатого года Оно Часовой Я там Гулял по природе И присел И кое-что записал Бог Троица Его сущность Посмотрите Да И Отец, Сын и Дух Святой Бог Троица Трияпостасность Божеского естества Как видите Там иконка Андрея Рублева Из Православной Там все это Троица Да Я записал его Оно двадцатого года Здесь не видно Я очень крупно Приблизил Просто Вот Посмотрите Оно полчасовое Записывал я его Третьего января На свой день рождения В 2020 году Три года назад Вот Оно двадцать пять минут Посмотрите их просто В свободе слова В свободе слова Тоже вам все-таки Многое Откроется Ну а И я их поставлю После этого видео Следующее видео Получается Один Два Три Четвертое видео У нас будет Это будет посвящено Второму разделу Который мы с вами Переходим Когда я практиковал Православие Самым ярким Да и единственным По сути сильным Впечатлением На меня Произвело Кто знает Есть такой Игнати Бринчанинов Ну так называемый Святой Православной Церкви Девятнадцатого века Вы знаете У него Единственного У кого я нашел То Что подтвердило Мои мысли Что утвердило Меня И что меня От всей этой Православной Бредятины От Отца Сыни Духи Святом От всей этой Три ипостасности Божьего естества Которые не слитно Неизменно Неразлучно Навсегда Да Все эти соборы Которые они там Понаполевли Вот эти Это единственный Так называемый Человек Да Который Не то что Доформировал Но он доформировал Можешь сказать Мысли мои И все что просто Во мне было И все что Не имело Такого образа Действительной Складности Он этот пазл Доложил И просто Стал для меня Примером Что можно конечно Быть и в православии И все таки Что-то хоть понимать На самом деле И я на эту страничку Добавил Всю целиком Это его Ну у него были Свои творения Как их называют Там сочинения Это Игнатий Бричанинов Епископ Об образе и подобии Сочинение Том 2 Второй том Там вы все это найдете Да Я Но вы можете К оригиналу не обращаться Потому что я Поместил У себя на странице Целиком Его статью Она в виде проповеди Конечно И он там уклоняется Ну как Если мои проповеди Послушать Меня куда только Можешь не нести Вот Но я для вас На своей страничке Сделал это Немножко скрытыми блоками Как видите Всегда есть Можно нажать на Показать Или скрыть То есть Она здесь целиком Ну ее Для краткости И для Я даже пока Еще не решил Я вам целиком Ее прочитаю Потом акцентирую Внимание На ядре Так скажем Этого слова Его На центре Где у него Все вот это Вот и раскрывается Да Ну или Вообще не будут читать Оставлю для вас Вы можете всегда Кликнуть Открыть Целиком И Прочитать Все что там Он писал Да Потому что Ну она у нее Пустилась такая проповедь Там о сотворении человека Все естественно То же самое Что я вам говорю Ну там будет Я говорю Именно еще часть проповеди О любви Тоже там Все такое Тоже будет немножко Вот Но у нее есть Так скажем Это где-то треть Этой статьи Это ядро о том Где он как бы и говорит То что я Вам всегда говорил Что отец сын И дух святой Это ум Мысль И дело Реализованное Доброе или зло Ну соответственно Мысль либо доброе Зло Исходящее из ума Вот и все Я вот такую вот Иллюстрацию сделал То есть Как я вам сказал Даже сегодня В этом видео Вам будет открыта Тайна Тайна отца Сына И духа святого Это тайна человека Сотворенного По образу и подобию Бога Как видите У вас даже на экране Это его слова Это не мои Я почти не писал Я даже не помню Я там в комментариях Не писал Я буду вам просто Зачитывать Потому что там Все и так у него понятно Давайте я вам просто Для такого Анонса Для трейлера Для дисклеймера Как хотите Зачитаю Как видите То что у вас на экране Ум наш Образ отца Слово наше Неизреченное слово Мы обыкновенно называем Мыслью Пока она еще в голове Ну или в сердце Вы помните Что библейская Библейская Речь Она всегда говорит Что помышление сердца Я всегда говорю Что это одно и то же Да умное сердце Вы знаете У меня такое частое выражение Или сердечный ум Да Потому что вся Библия Перезабилует Этим словосочетанием Помышление Сердца Да То есть ум наш Образ отца Ну оно Оно и в сердце Да умное сердце Оно помышляет Оно естественно Рождает мысли Постоянно Ум наш все время Мыслит Вот эта мысль Это уже сын Но когда эта мысль Превратилась в слово Или в дело Да То есть Это все сын Да Мысль Даже пусть рожденная Но еще не явленная И даже когда она явлена Это сын Да То есть ум Рождает мысли Ум рождает Отец Рождает сына Да А дух Образ святого духа Это цель мысли Или цель моего желания Вот вам и все Ум Отец Есть ум Сын Это есть мысль Которая Проходя грань Видимого и невидимого То есть нашу плоть Да Если более кратко Превращается в слово За счет языка Неп Там Уст наших Рта нашего Горта не нашей Да Слово То же дело Ну либо в дело Рук и ног Когда мы что-то совершаем А дух святой Как говорят Святой Вот и А может быть не святой То есть поэтому просто мы говорим Отец, сын и дух Святой он или не святой Ну а Боге мы говорим Что дух святой Якобы он зла не делает Хотя Бог может делать зла Но никогда его не делает Потому что не хочет его делать Да Потому что Желает быть абсолютным благом Так и мы с вами Но мы пока этого не достигли Мы идем Поэтому мы можем быть в духе добрым В духе злом В духе светлом В духе темном Да То есть дух это конечная цель Я привожу сюда Самый простой банальный пример Ну и пример крайностей У меня возникает мысль То есть есть начальная точка Ум Из этой начальной точки Что-то рождается Это рождается моя мысль Взять нож Я уберу С какой целью Это мысль Да Я взял Да Я даже в дело превратил Пока это еще мысль И даже мое дело Мой отец и сын Не обличены никаким духом Не сопровождаются никаким духом На самом деле Это мы так все раскладываем По полочкам На самом деле Все это происходит одновременно Почему и говорят Что троица нераздельная Неразлучная Единосущная Да Потому что конечно же Это я сейчас так говорю Как будто у меня мысль Взять нож Ни с чем не была связана На самом деле Любая мысль Которая мне приходит В ней все сразу И отец И сын И дух святой И ум ее родивший И дух Который она несет Потому что я взял нож С какой-то целью Ничего в жизни Когда вы поймете Проанализируете Посмотрите на свои дела Вы поймете Что человек В жизни Никогда Ничего не делает Просто так Он даже не помышляет О чем-то просто так У каждой его мысли Есть конечная цель Мысль какая возникла На самом деле Мысль не просто Взять нож возникла А убить кого-то ножом Поэтому мысль возникла Взять нож Конечная цель Убить человека Допустим Или животное Да А можно взять нож Когда родитель Мама или папа Да На кухне Берут нож Чтобы сделать Салатик Да Веганский Из овощей И фруктов Своему ребенку Или своим друзьям Своему мужу Или своему жене Ой Где нож Для чего я его ищу Мысль какая Взять нарезать салатик Добрая мысль Сделать доброе Конечная цель Ее благо Доброта Все это называется Любовью Да Еще раз Давайте Что пишет Игнатий Брянчанинов Ум наш Образ отца Слово наше Образ сына Ну или дело Слово дело Слово это уже дело Мы слово можем убить Слово можно помочь человеку А можно Телефон я взял С какой целью Я могу Позвонить кому-то Доброе дело Доброе слово сказать Доброе дело Что-то там Ну пусть и словом исполнить Да Вот Да даже слово доброе сказать А кому-то могу Как мошенник Развести На деньги Мысль-то одна Взять телефон Цель какая Ограбить кого-то За счет этого телефона Или позвонить Ласковые слова Сказать Какому-то человеку Доброе Дух Образ святого духа То есть Конечная цель мысли Вот вам и вся тайна Троицы Вот что такое Троица Что такое отец Что такое сын Дух святой Более глубоко Мы с вами еще будем Разбирать Сегодня в видео Предисловие Так уже на 30 минут Я вам просто Видите Зачитаю уже целиком Игнатия Бринчанинова Как сказал Может быть Даже зачитаю вам Просто все Ничего не комментирую Там не так много Хотя вот после этого Как видите Ну это все крупным шрифтом Поэтому может показаться Много Там немного Есть еще два Скрытых блока Вот Ну потому что Тоже не одна мысль есть Я ее выделил Давайте я вам Вот эту еще Последнюю мысль Зачитаю Мысль наша То есть ум наш Чтобы сообщиться С людьми Как-то Облекается в звуки Вот я вам сейчас Что-то говорю Вы познаете Что у меня внутри Только потому что Это проявляется снаружи Через слово Через руки Нос Рот Уши Через что угодно То есть через плоть Через что-то видимое Еще раз Мысль наша Чтобы сообщиться С людьми Облекается в звуки Невещественные Сопрягается С веществом Через Посредство Ее Входит в общение Дух Является ум Чтобы понять Что у меня Вы знаете Я всегда вам Эту цитату Древних мудрецов Привожу Открой свои уста И я познаю Кто ты Ну или сделай дело Иисус сказал Судите по делам Да Все то же самое Ну слово это дело Дело языка Что-то там нарезали Помогли Поддержали Дело рук там Куда-то идем Дело ног Вы все это понимаете То есть все что прошло Вещество Как вот Игнатий Брянчанинов То есть плоть Все что в нас внутри Наши желания Мысли Они проходя Нашу плоть Проявляются в мире Через эти дела Мы познаем ум Является ум Как явился отец Бога не явил Никто никогда Он говорит Единородный сын Сущий в недре Отчим Он явил Как явить Бога Как Бог может явиться Этот Бог Этот отец И есть Иисус Как он может себя явить Он просто может Что-то делать Он говорил Вы помните Он творил И мы познавали Что Бог Он вечность Вы помните Как Иисус Воскрешал Даже четырехдневного Разлагающегося Уже своего друга Лазаря Как он сам воскрес Что он любовь Что он творил Даже будучи Распятым на кресте Все равно питал всех Своей пуповиной жизни Даже всех своих Врагов Познавая Что Иисус Бог Принимает Мы принимаем Что Бог Есть любовь Это очень важно Вам откроются Все тайны мира По поводу Вот если вы все это Примете Я говорю Вам откроются Все тайны мира По поводу того Кто такой отец Что как он Сына своего Единородного Отдал Да Так возлюбил Бог мир Но мы еще Об этом Позже скажем Итак Вот такое Вот будет Четвертое Получается Видео Ну и по сути Просто второй блок Ну как видите Я вам рекомендую В простоте слова И два Своих этих видео Уж когда-то я их записал Один гуляя по природе Один вот Дома В таком же вот Кресле Ну и у нас с вами Сегодня третий И это уже получается Будет какое-тое видео Ну здесь вот будет Третий блок На страничке Называется он Видимое и невидимое Я очень рекомендую Посмотреть это видео Вот оно здесь у меня У вас оно будет Уже под другим номером Это будет пятое видео Я поменял Недавно значки Как сделать страницу У меня разные Несколько значков Я уж переделал Вот И это видео записал Еще на рассвете Своей проповеди Это только я начал В ютубе Оно Здесь вот не видно Я сильно уменьшил Давайте я чуть-чуть Вот так вот сделаю Будет помельче вам Но зато Я просто хотел Чтобы были Покрупнее Тут просто год Видно Я записал его 8 мая 2017 Год Сегодня с вами Практически 23 год Вначале Это была даже трансляция Ну там все Я показывал Вначале Бог Вначале Любовь Троица Бог Любовь Троица Сотворил Небо Землю Людей Которые Согрешили Ну и вот такой вот Значок Надеюсь Я его больше менять Не буду Если вы будете Смотреть Позже То у вас все будет Вот так вот Выглядеть Видимо И невидимо Ну и вот этот раздел Как видите Сюда даже Я ничего особо Здесь много Не писал Потому что писать То что я там говорю И вот показываю Вы знаете Как я Кто давно У меня смотрит Как я люблю Все вот эти Наглядные иллюстрации Я все для вас В фотошопе Это делаю Красиво Чтобы было понятно Давайте я кое-что Кратко написал И просто сюда Эти иллюстрации Добавил Потому что там-то Я в ролике Пользуюсь Мало ли кто Захочет скачать С кем-то Поделиться Более крупно Их рассмотреть Давайте я кратенько Прочитаю Что я написал Посмотрев это видео Вначале Бог любовь троится Створил небо Землю людей Которые согрешили 8 мая 2016 года О видимом И невидимой И невидимой Сущности Бытия Вам все Станет понятно О мире Нас окружающем Что есть Бог Что есть человек Что есть бытие Что есть материя Что есть энергия Где вот это вот Там я буду говорить О таком понятии Как атом Всем вроде известно Атомная энергетика Сейчас всем известно Атомная бомба Да вот все такое Что такое атом Вроде как нашли границу Между видимым и невидимым И поняли Что материя Как таково Вообще не существует Есть лишь энергия Она в какой-то точке Фиксируется Просто застывает Так скажем Превращается в материю На самом деле Все движется Вот Все это очень интересно Я вам все это На простых Таких иллюстрациях Покажу Мы с вами Поэтому Это все Будет приближать Нас к пониманию Да Как видите Все я перевожу К нашим темам К Богу К Иисусу Христу Как видите Иллюстрации Сами можете догадаться Вот такие Вот я там сделал То есть По сути Наше тело Это проектор наших мыслей То есть Я тоже Как бы Такой пример Как у нас сейчас есть Телевизор Вот да Особенно старый Ламповый Там как было Светило Вот Как другому человеку Познать Как вообще В сущности В бытие Ведь если Бог Исчезнет Как бы Да Он сам в себе Есть Вот я мыслю Никого нет Кругом А как нам Друг друга Видеть Если бы мы Все были Невидимками Такими духами Невидимыми Как бы мы Вообще Сообщались Тогда Вот То есть Все вот эти Вот вещи Как видите У меня Такие всякие Интересные Иллюстрации Но я пишу Что я тут Пишу Узнать Как Почему Мы видим Невидимое Как познаем Себя Друг друга Мира Самого И самого Бога Убежден Что после Просмотра данного Видео Этого раздела Для вас Если не все То многое Станет понятно О себе И мире Нас Окружающим Я очень рекомендую Посмотреть это видео Оно полтора часа Может быть Там немножко Нудненько Покажется Это мое первое видео Там не очень Хорошее качество По моему Даже Может быть Немножко записи Вот Но нормально Там нормальный Микрофон Еще тогда Это было Прямо На рассвете Моей Ютуб Проповеди Я очень рекомендую Это посмотреть Я такие вещи Больше никогда Записыв Не переписыв Я говорю Это вот Последнее видео Которое я пишу У меня буквально До недавнего времени Даже еще плейлиста Троиц не было То есть Они были Эти ролики Я так по одному Сбрасывал И только вот У меня руки Через столько лет Добрались Да Я вот сейчас Подзакрываю Все эти темы Все дооформляю Вот добрался И до этого Выделил в отдельный Плейлист Я даже Кстати Вот это вот Видео Я вообще забыл О нем Не то что забыл А оно в трансляциях А там внутри кабинета Это не видно Как видео Я думал Я уж Я то о нем помню Когда начал страницу На сайте делать Думаю А где же это видео Ищу его видео А там Вкладки видео Трансляция Это разные Я его просто Как трансляцию Тогда делал Кто помнит Я его чуть не потерял А оно очень важно Я тогда лепил Вот эти вот все Слайды Это очень все Трудоемко Вот Я там все показывал Причем там все динамично Я в фотошопе По-моему Открывал Тоже Как я надо делаю И показывал Как это идет Чтобы понимание было Да Вот Так что вот так Вот это очень важно Посмотрите Не поленитесь Вообще Вам получится Посмотреть всего Сколько там Вот сейчас 4 Еще 2 6 видео всего По теме троицы И вам все откроется Абсолютно Вы все поймете И обретете Полноту счастья Я вам обещаю Вот Итак Движемся дальше Четвертый блок Я творю добро Я его так назвал А видео Соответственно Вот следующее Тоже я поменял значок Раньше был другой Название такое Было немножко Провокционное Но я тогда Я там Типа ответ на вопрос Сделал Я его назвал Бога нет Совести нет Совести Как-то я его там Что-то замудренно Назвал немножко Но я в принципе Кое-что оставил Бога нет Совести нет Я есть Я есть Но там я что-то Другое немножко Еще дописывал Я в общем поменял И название сделал Сейчас алгоритм познания Истин То есть алгоритм познания Добра и зла Вот я и значок поменял Немножко другой Там был Тоже как видите Иллюстрации Соответствующие Такие Здесь вы все поймете Адрею познания Добра и зла Потому что это видео И к этому Вообще Адрею познания Добра и зла Это вам надо Обратиться К моему плейлисту Бог бытие На этом канале И обязательно Посмотреть Книгу бытие На канале Христолюб Веган Чтение библиных писаний Книгу бытия вообще Я человек просто обязан знать А христианин просто Это долг его Хоть раз ее прочитать Желательно посмотреть Вместе со мной Почитать с моими Комментариями Я несколько кругов Там записывал Первые три главы Три раза Я по-моему Записывал Да С разных сторон Там на разные вещи Обращал внимание Вам тоже Очень много Откроется И станет Понятным В этой жизни Ну и вот я пишу Посмотрев это видео Бога нет Совест нет Я есть Алгоритм познания Истины Добра и зла У вас формируется Ясное понимание Того Как все мы познаем Истину Что есть добро И зло Через удовольствие Мы познаем И боль Соответственно А также узнаете Что это Что это за два Необычных дерева в раю Это древо Познания добра И зла И древо жизни В этом ролике Вы тоже узнаете Вот хотя Ну я тут все Вам не буду Зачитывать Ну ладно Давайте вот это тоже Зачитаем После просмотренного Видео Вы поймете Что все приведенные Ниже высказания Имеют один смысл Начало Середина и конец Бог есть Первый и последний Альфа и омега Бог есть любовь Это все то же самое Отец Сын Он есть Дух святой Любовь Бог отец Бог отец И ум Это одно и то же Есть сын И слово Это одно и то же Любовь Дух святой И добрый Ум Слово Какое Ум добрый Выражает Доброе слово Какое слово Такой и ум Как мы вам сказали Слово Являет мой ум Я пожелал добра Значит у меня Добрый ум Добрые желания Добрые мысли Мысль Дело Доброе Мысль Доброе Как Опять через дело Мысль Доброе Взять нож Доброе Доброе Что Я вам сказал Что Шесть На самом Деле Я Просто Настоятельно Рекомендую Посмотреть Еще Два Видео В дополнение К этому Материалу Я пишу Посмотрите Обязательно Мое Видео Искусственный Интеллект И человек Творение человека человеком по образу и подобию своему после просмотра вам откроются новые горизонты понимания божьего мира я вас уверяю что такого что что такого в этом ролике я буду говорить вы не слышали нигде никогда мы очень часто слышим эти бредни про искусственный интеллект про там про матрицу про терминатора когда еще были фильмы матрица все из одного что якобы можно создать какую-то машину которая вдруг там погубит человечество это невозможно в этом видео я буду буду обо всем этом говорить на это невозможно без просмотра всех предыдущих в том видео естественно говорю что без просмотра предыдущих идет не это тоже невозможно понять но я вам кстати здесь кратко хочу сегодня тоже сказать это тоже очень важно да что чтобы человека создать не просто машину с алгоритмами да а именно человека нужно чтобы он мог чувствовать человечество близко не приблизилась к тому как создать чувствующее существо родить мы можем женщина рождает такое существо как мы с вами люди до мужчины и женщины создать мы мы и на миллиметр не приблизились не то что там мы не достигли там не дошли еще миллиметр мы не мы даже не пошли в сторону того как создать человека Человек не знает, как создать человека Человек, он чувствует боль И чувствует радость Мы близко, не приблизи к тому Как можно создать Не родить человека, а создать человека Который будет чувствовать боль Или От страданий Или удовольствия, от наслаждений Мы вообще, мы даже шага не сделали В эту сторону, мы не знаем, как это сделать Поэтому все бредни Про терминатора, про матрицу Как она будет избирать Почему она вообще будет делать выбор Какое у нее основание делать выбор У нее воли нет, она не понимает вообще зачем Машины не думают Все, к чему приблизилось человечество, это к набору алгоритмов Если да, то знает, как все программирование устроено Вот тебе два выбора Да, нет Вы знаете, как мы сейчас звоним во все эти справочные центры И нам начинают там в уши заливать Вот вам вариант, вы можете выбрать и дальше продвигаться Это не человек с нами общается Это набор алгоритмов, которые предлагают тебе разные варианты Ты по ним просто движешься и все Это очень важно понимать Вы обо всем этом узнаете Вот я вам сейчас так кратенько А если человек способен будет создать такого человека То опять это не будет что-то Мы тогда и создадим человека А тогда разницы между рождением и созданием не будет никакого Если мы действительно сможем создать человека Какая разница, женщина родила его Или мужчина его в лаборатории создал Какая разница? Никакой разницы Если вы создадите именно человека А кто вам сказал тогда, что он захочет уничтожить человечество? Если вы создадите такую вечную машину А ведь люди стремятся к вечности То есть она же будет вечная Это будет прям человек, созданный Богом Как первый человек То есть мы хотим создать машину Она якобы не умирает там Вечно живет Которая будет человеком Машину, которая будет человеком Которую будет чувствовать Страдать или радоваться И что? Будет способна избирать себе благо И отвергать зло А где тогда гарантия, что она именно зло выберет Начнет зачем-то людей устранять А почему она не выберет добро тогда? Никакой разницы тогда Это, кстати, к вопросу тоже Иисус это рожденный сын А мы творение Мы сотворены Никакой разницы нет Бог, когда сотворил человека И все равно, что родил Это одно и то же Рожает женщина, не знаю как, не понимая И мужчина, который сотворит в лаборатории Ну, сейчас мы так Через такой сексизм рассматриваем Все понятия мужчина, женщина Сотворит человека Никакой разницы тогда нет Если это получится человек То не важно Родили вы его или создали в пробирке Если это человек по-настоящему Как его создать, человек не знает Не знает Поэтому и нас с вами Бог хоть написал, что сотворил Он нас родил Мы такие же, как он А он такой же, как я Это очень важно понимать И следующий ролик Я вот такой сервер записал Больше я к этим тем не приказаюсь Вот я вам, видите, даже на своем примере показываю Что вы посмотрев эти ролики Вам просто откроется Я сам ничего уже подобного не пишу Я тогда их записал Темы закрыл эти и все Там нету каких-то поприщ для размышлений С годами ничего не меняется Это вечная тема, на которую есть простые ответы Ну и следом за ним Посмотрите видео Виртуальная реальность реальна Если да, то как не относиться к христианам Которые дополнительно Посмотрев это видео Дополнительно ответит на множество вопросов О нашей с вами реальности Посмотрев это видео Вы найдете ответы Тоже вот посмотрите По поводу там всей Виртуальности, реальности А что такое вообще реальность-то? Да реальность-то то, что нас сегодня окружает Если человек куда-то якобы продвинулся Там какой-нибудь шлемофон сделала На голову напяливая Чтобы там что-то еще видеть Да и в этом тоже нет ничего плохого Да Да это и есть сегодняшняя наша с вами просто реальность Реальность-то то, что есть А реальность-то то, что в нашей голове А в нашей голове есть все А значит все, что я мыслю Все может иметь плоть Вот и все Вот так вот Вот в общем-то и все Вот такие вот видео Вы увидите и посмотрите Остается только пятый пункт Последний Ну я его, правда, назвал Иисус Сын Отца Можно было назвать его ответы на вопросы Но я как бы дал ему просто имя этому разделу Название этому разделу По сути, самый частый вопрос, который я слышу И даже я под этими роликами Кто-то смотрит И все равно начинает Единственное, одни и те же вопросы задавать Я сегодня здесь не буду вам отвечать Хотя, как видите, ответы есть Тут уже на экране набросаны Сам основной вопрос, он получается один Даже если их как бы по-разному формирует Вопрос один Почему тогда Сам Иисус Называл себя Сыном Божьим И обращался все время к Богу Отцу Ну то есть мы видим же Да, он сам же О каком-то Боге Отце говорит Сам себя и Сыном Божьим называет Его называют Сыном Божьим Он не противится Откуда это все в Евангелии? Хоть у вас на экране тексты Вы можете уже здесь это улизаторить Я озвучивать это не буду Чтобы у вас осталась тайна некая Хотя, я говорю, все вы можете прочитать Но опять же я это просто комментировать не буду Это я, по сути, иногда делаю для себя кратко Для этого записываю видео, чтобы вам сделать более такое Подробное видео для понимания Вот и все Здесь есть опять пересылки некоторые к ролику Но это уже не сегодняшний видеоразговор И к чему я это говорю Запишу я его самым последним Может быть через какое-то время Через месяц, через два, через три Вы когда посмотрите, кто Вот эти все ролики, которые теперь я соберу в плейлисте Соответственно, будут эти Четыре, которые уже есть Еще два сейчас добавлю Вот это предисловие будет первым Игнатий Бринчанинов О Боге Троице добавится Будет под четвертым местом Первые три вот такие В свободе слова Получится три в свободе слова Три таких более ученых Ну и плюс два, как я вам рекомендовал О виртуальной реальности И о сотворении человека человеком Тоже посмотрите Пишите свои вопросы в комментариях Что непонятно Я говорю, только не задавайте этот вопрос По поводу того, что Иисус там сказал Не забрасывайте меня цитатами из Евангелия Я их все знаю прекрасно Из Нового Завета На это я дам ответы Вы можете сами, в принципе, к пятому разделу Обратиться, кратенько их почитать Вот, я дам ответы Я говорю, тут найдете ссылку и даже на один ролик Еще вот этот, я говорю Уровни познания Можете его уже посмотреть Я запишу отдельный ролик Если что-то еще помимо у вас не складывается в голове Вот, ну только не задавайте вопрос Или так, или близко формулируя Почему сам Иисус назывался себя Сыном Божьим Обращался к Богу Отцу Я говорю, сюда не надо все цитаты Евангелия Нового Завета закидывать Я их все знаю прекрасно Я Евангелие, я Новый Завет знаю дословно Вы скажете, а я всегда смогу продолжить И рассказать вам, б Что в Евангелии написано Поэтому, если есть еще какие-то вопросы Помимо этого Почему Иисус сам себя называл Сыном Божьим Обращался к Отцу Я говорю, пусть в разных интерпретациях Бывает, как-то по-разному чуть задают Но смысл один и тот же Что вот, якобы Ты тут несешь, а вот Иисус сам Есть прямые места в Писании То это вот оставим Ну и напоследок Мне просто хочется вам тоже сказать И порекомендовать Что, конечно же, после просмотра Если вы на этот плейлист попали Все видео посмотрели, все разобрались Конечно же, следующим этапом Если вы идете Вы знаете, мои ролики всегда Они имеют характера обучения Вот, я всегда стараюсь Вот так подать информацию То, конечно же, закрепить информацию И вообще, чтобы все это дешлифовать Следующие два раздела Которые вам надо бы рассмотреть Это Иисус равно Бог Иисус Бог Иисус Христос Бог Бог Любовь Естественно, тоже на страничке есть На сайте у меня Все там собрано Вернее, сейчас я занимаюсь Вот таким же доформированием Всего там раздела Всех видео собираю Что-то тоже сейчас собираюсь дописывать Вот И обязательно Искупительная жертва Христа Все это тоже взаимосвязано Кто знает Так отец принес сына Или сын сам себя принес Так это так Бог возлюбил мир Или Иисус Да, все-таки возлюбил этот мир Так если Иисус и есть Бог Все понятно Тогда становится То есть про эту искупительную жертву Тоже очень важно В контексте И на того, когда вы понимаете уже Что Иисус и есть Бог Все у вас становится на свои места Вот Тоже уходят эти вопросы Если нет больше любви Как душу свою положить Так что же это за любовь Когда Да Родитель своего ребенка Отдает на растерзание Грешникам Так может что-то Надо как-то сложить это Так какая же наивысшая любовь В которой есть Бог Положить свою душу Как Иисус сказал Ну и хотя Вроде бы Иисус говорил Что да Так Бог возлюбил мир Вопрос Кому он это говорил Это очень важно разобраться Вот Проискупительную жертву Христа Особенно в контексте того Если вы уже Приблизились к этим пониманиям Что Иисус Бог Что мы с вами Созданы По его образу И подобию Если вы До всего этого доросли Если вы все это приняли Обрели мир И покой на душе Вот очень важно принять Что мы Боги Сотворены По образу И подобию Бога Иисуса Христа Если вы эту аксиому принимаете Ее доказать бесполезно Она просто есть Она не доказывает Истина не нуждается В доказательствах Она просто существует Если вы все это Просто принимаете Как Иисус сказал Невозможно В одном С одного дерева Разные плоды собирать И в мехи старые Не вливают вина Молодого Если вы все это Вот уже очистили Со всех этих Религиозных брезней Про сети Три ипостаси Про молитвы Трем богам Отцу и сын Стон Дух Если вы все это Хотя бы на время Просмотра моих видео Изучение тех материалов Которые подаю Отодвинули Отвергли И приняли истину Она у вас легла на сердце Вы поняли Что так всегда В вас и есть Вы смотрите Себе в сердце Все что вы слышите Согласуются с вами Не важно что вы Какие-то Десятилетиями эти бредни Слушали от религиозных Адептов Разных уровней Чинов И званий Что в вашем сердце Стал от этого мира Покой Поняли вы Приблизились Открылись ли вам Все эти тайны Мира Тогда И сами решайте От этого Зависит ваше счастье Мне ничего не надо У меня нет секты Я ни с кого не требую Денег Дести не собираю Я естественно призываю Меня поддерживать По мере сил И возможности Потому что Мое служение зависит Как служение Христа И учеников зависело От тех Кто его окружал Вот Но естественно Да Вам не надо будет Никуда не ходить Ничего не делать Это все добровольно Вот это и есть любовь Так что вот так вот Вот такое вот видео Надеюсь оно вам было Полезно Назидательно Открыто Все Все это Откроет вам Всякие Те вещи Которые для вас Были закрыты Я говорю Вы обретете через это Просто полноту блага Бытия Счастливой жизни Потому что Все вам будет понятно Это невероятное счастье Я всем говорю Жить в полноте Познания истины Я сам свидетельствую Когда вы найдете Ответы на все вопросы Эти ответы Не искусственно будут Внутри вас А действительно Вы будете их принимать Потому что вы понимаете Что это просто есть Просто сущность Это благая сущность Вот И все И счастливы Что вы просто Постигли Познали Это Вот Это невероятное чувство Это чувство Такой свободы И радости Но его можно Его передать Пересказать невозможно Его можно только испытать Испытать Я могу вам лишь Путь указать А испытать можно Только постигнув это Постигнуть его или нет Зависит только целиком От вас Более того Как видите Я не говорю Что есть кто-то Не может постичь Нет Каждый из вас Может посетить Вопрос желания Вот и все Бог открывается К каждому Абсолюту человеку Неважно кто вы Там Домохозяйка Супер ученый Все это познается Святой жизнью Как Иисус сказал Я свет Пришел в мир Но вы не идете Ко света Потому что дела Ваши злы Истины То что я говорю Можно познать Только стремясь к добру Вот и все Здесь замкнутый круг Вы творите добрые дела Познаете истину Познаете истину Которая есть Вечный бог Любовь Свобода Вы Все больше творите Добрых дел Это такое вот Хождение по кругу Ну или по спирали Фибоначи Все больше Больше раскручивающиеся Вот так вот Поэтому все очень просто На этом я с вами В этом видео Попрощаюсь До встречи В следующих всех видео Ну и в частности Видео вас приглашаю После Как сказал Просмотр Вот этих В свободе слова Двух видео Приглашаю вас На видео Об Игнате Брянчанинове Кто особенно из православия Как-то сталкивался Выходил Может практиковал Был адептом Да Будет особо Все это может быть близко Интересно Да и даже Не важно Как вы ко всему этому Относитесь Я цитировать буду И все это Приводить в пример Только Как некий период В своей прошлой жизни Не с целью Конечно Кого-то там В православии Затащить Вот Или еще что-то Потому что я сам В нем не нахожусь Вот А действительно Показать свой путь Как я прошел И действительно Что мудрость Как Иисус сказал Книжник Научное царство Божье Внутри сердца Своего Потому что Меня Бог Я всем рассказывал И каждого из вас Ведет прямым путем Это путем Вашего сердца Когда вы Искренне Алчите И жаждете Познания истины Тогда насыщайтесь Вот Но такой человек Сможет отовсюду Извлекать пользу Я говорю Как бы вы ко мне Не относились Кому-то не нравятся Мои татуировки Там Прическа Разговор Гонор Не знаю Что там еще Что-то мне не предъявляют Тщеславие Гордыня Вот Ну даже Даже можете Это переступить Просто послушать И извлечь для себя Пользу Вот и все Все Прощаюсь с вами До встречи В следующих видео Кому нравится Да Единственное Еще Секундочку Вашего внимания Не забывайте Лепить лайки Это очень важно Для продвижения Видео Так воспринимают Алгоритмы Ютуба О том Что это за видео Какого они качества Какую они пользу Людям Приносят радость Готовы ли они Ими делиться Это очень важно Поэтому обязательно Не забывайте Ставить лайки Если забыли Вернитесь Поставьте Все равно Напишите Комментарий Какой бы то уже не был Хоть просто плюсик Спасибо Пожалуйста Что хотите Пишите Что-нибудь Напишите И обязательно Делитесь Этими роликами У себя На своих ресурсах В своих соцсетях В личных сообщениях С кем-то хотите Это самый верный Способ продвижения Истины Проповеди Истины Это личная Личная передача Не зря написано Поделиться Мы просто Так Ерундой Не делимся Если вы С каким-то человеком Этим поделились В своих ресурсах Тот Кто Из-за вашего окружения Понимает Что для вас Это что-то значит Вы к этому Относитесь Так скажем Серьезно И с любовью Можно даже так сказать Так что Ну и все Это доступно Как я сказал На сайте Христолюб.ру Все материалы Все страницы Изучайте Смотрите Меню Все проповеди Вот пожалуйста Тут вы найдете Все что есть Все по темам По понятным Для любого человека Алчущего И жаждущего Правды Христолюб.ру По-русски Христолюб.рф Христолюб.ру По-английски Христолюб.рф По-русски Набирайте И попадайте На страничку Моего Авторского Христианского Веганского сайта С помощью Олега Созданного Которым Я сейчас С удовольствием Пользуюсь Все Продолжение следует...